Развитие коммунальной инфраструктуры в отдаленных хуторах и поселках – один из частых вопросов, с которым обращается губернатор. В Краснодар на прием граждан Дарья Овсяникова приехала из Отрадненского района с просьбой ускорить газификацию хутора Чайкина. Там проживает около 300 человек. Провести голубое топливо местные власти обещали с 2011 года, однако технические возможности для этого не были созданы. Я от жителей хутора Чайкина по поводу газификации хутора. Трубы провожили, будки поставили, все. Насколько это правда или нет, то что проект отправили в Ростов на тендер. Но когда это будет, не будет ли это, мы не знаем. Правда это или нет, мы не знаем. Долго не ждали. Я услышал о том, что Дарья Александровна говорит. Я уже не раз стоял вопрос об этом, о газификации. Евгений Владимирович, давайте подойдем более серьезно к этому вопросу. Еще раз подчеркиваю, «Газпром» готов, все готовы. Здесь, конечно, системный подход, системная работа абсолютно. Потому что обидно им, когда в соседних населенных пунктах есть газ, если там труба проходит, а у них нет. И они тоже хотят, чтобы кран повернул и комфортно зажглась. На приеме граждан стало известно, что населенный пункт уже в будущем году будет включен в краевую программу газификации. Вениамин Кондратьев поручил министру ТЭКа ЖКХ «Края» Евгению Зименко лично проконтролировать этот процесс. Также природным топливом обеспечат еще 22 населенных пункта в 15 муниципалитетах Кубани, среди которых Анапа, Геленджик, Туапсинские и Белореченские районы. Свой разговор с губернатором Зинаида Якушева, наоборот, начала с хороших новостей. В станице Должанска, где проживает женщина, в этом году начнется благоустройство Парка Победы. И все же для полного комфорта станичной жизни не хватает спортивной площадки. У нас одна небольшая проблемка. Нет спортивных сооружений. Жители около 7 тысяч. Но нет, мы хотим, чтобы небольшую помощь просим в этом направлении. Единственное место, где сегодня станичники могут заниматься спортом – это заброшенный стадион. Но при виде заросшего футбольного поля и разрушенных трибун пропадает всякое желание. Нашим ребятам, нашим футболистам элементарно нет места, где они могли бы выйти на поле и полноценно тренироваться. Министр физической культуры и спорта края Андрей Марков рассказал, что в станице Должанска уже в скором времени появится целый спорткомплекс, где смогут заниматься как дети, так и взрослые. Узнав о хорошей новости, женщина с трудом скрывает эмоции. Хотел бы обрадовать заявительницу. То есть, на самом деле, Ейским районом подготовлена проектная документация на малобюджетный комплекс. И сейчас они подаются на государственную экспертизу. При хорошем распаде, значит, у нас в ноябре месяце начнется строительство. Замечательно. Зачастую проблемы, с которыми обращаются жители края к губернатору, решаются сразу на приеме граждан вместе с Вениамином Кондратьевым. В одном кабинете находятся представители профильных министерств и руководители муниципалитетов, что позволяет оперативно рассмотреть ту или иную ситуацию. То, как качественно и в срок исполняется обещание, данные в ходе приема граждан, контролирует лично глава региона.